всем привет если бензопилу такую на ремонт мтд гс-38-35 в общем-то на ремонте таких никогда не было но так десятого на года когда вот так переворачиваешь ее видно что это не не изменяет память один и тот же аппарат как макалыч 540 и 538 так мтд вообще фирма создана тремя немецкими молодыми инженерами которые эмигрировали в америку и мтд переводится как современные инструменты литье в общем-то не занимались всякими тележками изготовлением литьем штамповкой 70-м году они приобрели компания венский гмб что послужило их возврату в европу в восемьдесят третьем году данная компания изготовила 1 моторизированный снегоуборщик штаб-квартира компания мтд находится в штате агайо вблизи города клинлин вот так вот немножко вам по истории рассказал так пилу отдали человеку который у меня когда-то уже ремонтировался она профессиональном общем-то корпусе в картере католическом вот видите можете видеть но почитал по отзывам когда они продавались то в общем те годы и в основном были характеристик такие по ним что у всех ломался стартер здесь он практически не закручен и что я не могу врубиться звездочку подошла и одного болта здесь нет сейчас снимем стартер проблема какая человек сказал ему его ее подарили и говорит заводится и глохнет он не начал намекать возможно что там сальники когда такая ситуация происходит для меня на первом плане становится нехватка бензина сразу что заметил что здесь у нас праймер то в общем дырявый вот видите не знаю что я там показываю шланги к нему почему-то вообще не подходят сейчас сниму крышку в общем то сразу станет все видно ну я думаю неплохие пилы мтд у меня много всякого инструмента было основном триммеры моему даже косилки были в общем то хочу сказать как это и о фильтр такой модный а потому что он дырявенький что-то изобретать и здесь тоже так ну вот она довольно таки здесь хорошая амортизация пружинах снизу вот на ручке пружина здесь пружина по мне неплохие аппарат сейчас поставьте стартер здесь живой здесь правда все грязненько ничего это все от моем и еще будем смотреть что тут намудрили стоп ли на системе на суде покрышки и уже дома не отдавали в ремонт что тут на ремонтировали непонятно ну так они вас лепили баку присобачили такой вот шикарный большой колпачок провод уже покоться надо его изолировать свеча здесь уже давно стоит сейчас залезу еще посмотрю что у нас под глушителем но так я думаю неплохо сделанные инструменты данной фирмы мне кажется их ней разработки вот эти перевернутые цилиндры ну на косточки на виду здесь что-то такое прослеживается немного от кускварной здесь еще что-то прилепили для чего-то конечно тут всего на раздавлены а втулки нет вы видите они вместо втулки вот этой за хреначили сюда шайбу не знаю сколько она вообще работала знаю кому это вообще известно но звезда еще походит она вот только сверху потертая с торцов еще нормально не знаю сейчас вот вот такие аппараты вообще реально запчастях находить или не очень реально ну попробуем сейчас все сначала отмыть посмотреть что здесь читут руки похозяйничали что за шланги даже не подсоединены к праймеру все я гаечки выпить а ладно сейчас буду разбирать что интересно посмотреть какие-то мастера я сначала бы не врубился чё за фигня праймер то вообще не был подсоединен смотрите что тут они нагородили вход понятно вот он вход потому что ни хрена и не вход он даже как вставили сок шланга это вот так вот в другой шланг праймеру не подводили вообще ничего вот этот шланг штуцер идет на праймер на короткий штуцер длинный выходят в бак и карбюратор здесь сто процентов должен стоять в альбровске здесь уже хилтик стоит китайский какой-то аналог они прилепили не знаю вообще он сюда подходит или нет газулька работает здесь такой тросик идет короче надо все топлива на магистраль поменять просто этих мудрецов сначала все отмыть и праймер новый поставить посмотреть что там еще в карбюраторе конечно сраненькая пила сейчас оглушитель откручу посмотрю что там внутри поршневая здесь нормально посмотрел со всех сторон знаешь что удивляет смотри какое малюсенькое окно в цилиндре блин вообще капец почему так сделано может продувочные каналы какие-то широкие закрытые для этого так они сделали лучше загляну похоже на то что возможно что каналы закрыты и место из-за этого короче не знаю почему они так сделали разработчики и увиднее инженеры раньше занимались изготовлением техники такой сейчас стараются все лепить со старых японских бензопил всю технику и не грешит этим даже алло мак в принципе остальные тоже так карбюратор надо тоже прикрыть здесь довольно таки чисто но карбюратор сто процентов меняли такие вот они сейчас стоят в продаже ну то есть я имею ввиду сейчас продаются не в те времена однозначно я не думаю что в те времена здесь такие карбюратор стоять техника довольно таки фирмовая ладно сейчас я все отмою и буду тогда уже заниматься всем остается какой-то кто ее ремонтировал я хрен его знает этот шланг сливной да на нем фильтра стоит там вот фильтр тоже стоит есть такой какой-то интересный сейчас я попробую достать ладно потом достану покажу чё-то у него какие-то штаны торчат видите чуть-чё-то пирос такое вижу тут он расчехленный весь так ладно чистил я насколько это возможно люфтов нету на коленвале подшипники тоже выглядит достойно так маховик здесь вот такой под маркировок похоже на штиля 180 и на альпина 410 вот там похоже же маховик был только здесь шпонка твоя на этом на валу так все почистил продум где это необходимо то что масле она была вся это вот так заливают сюда в бачок что вот вся все масло которое не попало она вот сюда скапливается и потом на маховик летит так важненько сейчас датираю буду уже собирать потихоньку довольно таки все удобно так сделано так завел шланги на праймер все отлично прокачивается праймер полный сейчас попробую все это дело запускать в общем-то завел я уже сейчас под настрою еще не стал фильтром и садить сок поролона втыкаю а здесь он в общем-то вот этими усиками прижимается и все держится прекрасно даже приклеивать не надо так ладно сейчас настрою и пойдем попилим а а Продолжение следует... Пилит, конечно, бы она лучше на родном карбюраторе пилила, но это все, что максимум я на тягу смог настроить. Чуть убавляешь топливо, чтобы оборотов больше было, она начинает не пилить ни хрена, тяги нет, пропадает. Ну, это дымит, это что я промывал, в общем-то. Сейчас все это выгорит. Заводится она с полточка, теперь работает прекрасно. В общем-то, конечно, если бы не этот китайский карбюратор, она бы еще лучше работала. Вот так. Все нормально. Еще денечек проверю и потом отдам. Сейчас эту фигню подворную сотру. Как они ремонтировали, видали? Не зря я ролик снял, какие мастера у нас на районе есть. Мастера с большой буквы. Сейчас обдую. Масло здесь хорошо на цепь идет. Маслонасос работает. Ну, в общем-то, все работает. И стартер не покоцанный, как в жалобах пишут на стартеры. Все болты поставил на место. Все хорошо закрутил. В общем-то, теперь пилоснова в работе. Всем пока, увидимся.